Хороший вопрос. Почему пути реформаторов из МВД и преступников как-то не пересекаются? Так что все они занимаются своим делом и друг другу не сильно это мешает. Давайте обсудим это с Анной Малера, одним из самых известных в Украине юристов-криминологов, которые давно наблюдают за деятельностью нацполиции и МВД. Анна, я вас приветствую. Спасибо, что согласились ответить на мои вопросы. Вот первый. Как вы объясняете этот рост доверия к полиции, о котором отчитался Аваков? Люди действительно заметили борьбу с преступностью в Украине? Как считаете? Насправді є різні результати різних досліджень. И все они, на жаль, показывают катастрофическое падение довери до полиции в целом и трешечки меньше падение довери до патрульной полиции. И мы должны просто понимать, что такое довера до полиции. Это чувство собственной безопасности. Если у человека нет чувства собственной безопасности, которую ей повинна забезпечить полиция, будет недовера до полиции. И, на жаль, на сегодня будь-яка людина не почувает себя в безопасности. Анна, давайте к теме сюжета теперь. И вот если рост преступности в ближайшее время остановить не удастся, наверняка все больше украинцев будут пытаться самостоятельно остановить преступников. Правильно ведь? Что важно помнить в таких случаях, чтобы потом, что называется, не нарваться на обвинение в превышении рамок необходимости самообороны? Безумовно, я прогнозую фахово, что рост преступности падать еще не будет. Найближче декілька лет. И даже будет增аться, если будет增аться обеих нелегальности оружия. А он, на жаль,增ается в Украине. И каждый гражданин должен знать, что есть три случаи за законом, когда человек не будет нести криминальную ответственность за перевышение меж необходимой обороны. Это, если на человека нападает оружие на человека, это, если нападает группа людей, и если происходит проникнение в жильное помещение. Вот в этих трех случаях люди могут себя защищать аж до завдания смерти зловмиснику и будут освободиться от криминальной ответственности. Вот как вы оцениваете ход расследования убийства Вороненкова? Вы согласны с теми, кто уже говорит, что следствие продвигается неплохо и действительно может установить все факты по этому делу? Из-за того, что следствие продвигается, но чем дальше оно продвигается, тем больше у нас вопросов. В частности, генеральный прокурор озвучил информацию, что Паршов, виявляються, до совершения убийства был на неконтрольованной территории, в отведу в Донецке, там были какие-то договоренности. Но мы знаем другую ситуацию, что он не был за кордоном Украины, лишь в Беларуси один раз. То есть, выходит, логично, что он попал на неконтрольованную территорию, как раз территорию Украины. Ну а и другой вопрос, у нас вообще кто-то ищет преступников, если он был объявлен в розыск, и тут мы видим, что он гастролировал и по оккупированной, якобы, территории, гастролировал якобы и по оккупированной части Украины, и на территории Украины, якобы и в Беларуси он засветился. У нас вообще эта система настолько развалена, что у нас преступники, в общем-то, могут рассказывать направо и налево по стране, имея, находясь в розыске. А ця ситуация выкрила иншу слабкість правоохоронной деятельности, потому что, смотрите, с 2012 года велася активная деятельность по расследованию справ, там было несколько проваджений против него, он, правда, был представленным человеком в конвертационных центрах, и там много чего за ним еще есть, величезный шлейф криминальный, и, наверное, за все, он у Нацгвардии переховывался саме в ответственности криминальной. Что он там делал, как он туда попал, потому что останние годы не было никакой спецперевирки. И выясняется, после этой ситуации, что много кто из людей, за которыми есть стежения, против которых проваджения открыты, переховывался у Нацгвардии от криминального переследования. Ось какую проблему выявила сейчас эта ситуация. И я думаю, что он сам это и делал, а не был агентом и навмисно там какую-то работу делал у Нацгвардии от замовников. Он просто переховывался от криминального переследования. Анна, смотрите, что еще не слышно в этом деле. На минувшей неделе не было никаких новостей о том, какие показания дает охранник Вороненкова, ну вот тот, что сумел убить киллера. Дает ли он показания вообще? Как вы думаете, все-таки охранник смог рассказать следствию какие-то новые факты, и их просто тщательно оберегают от разглашения общества? Ну или ему просто нечего было добавить к тому, что и так уже известно? Я думаю, что ему было, что додать, с большой ворогидностью он почув, что сказал Паршов перед смертью Вороненкова. И, мабуть, следствие просто приховывает эти данные, если они есть, то слава Богу, что приховывает, потому что любое выкритие этих данных будет шкодить следствие. Но есть и другие подозрения. Может, там есть какая-то такая информация, которую вообще ганебно будет оприлюднивать. Потому что, с одной стороны, мы с вами чувствуем, предпускаем, что в этом есть российский след, или криминальный, или политический. Но почему этот след настолько тесно współпроет с украинскими выполняющими? Хороший вопрос. Ну, найдут ли на него ответ? Посмотрим. Спасибо. Анна Малер, известный юрист-криминолог, была с нами на прямой связи.